Здравствуйте, уважаемые севастопольцы и гости нашего города! Сегодня речь пойдет о его величестве в футболе и одной из разновидностей, одной из дисциплин в футзале. У нас третий раз в нашем городе проводится чемпионат Севастополя. И он самый массовый, в нем участвует 30 команд, и причем все клубы наши севастопольские, это около 500 севастопольцев принимают участие в этом чемпионате, игры проходят по субботам и воскресеньям в великолепном спортивном зале Севастопольского государственного университета, в этом именно спортивном комплексе. И мы сегодня пригласили в гости, прежде всего, председателя, президента ассоциации мини-футбола Севастополя Юрия Строчкова и главного судью соревнований, он же у нас председатель комитета мини-футбола и футзала Федерации футбола Севастополя Валентина Медведева. Здравствуйте. Мы еще раз подчеркиваем, он главный судья соревнований. Здравствуйте. Итоги шести туров, как в этот раз разделены эти 30 клубов и как проходят соревнования. И, конечно, кто же у нас по итогам шести туров впереди и, конечно, лучших бомбардиров. Пожалуйста. Еще раз здравствуйте. Мы впервые в нашем городе собрались в мини-футбол играть 30 команд. Такого ажиотажа никто не ожидал. Поэтому это видно, что мини-футбол и футзал у нас имеют спрос у команд, люди желают в него играть. В этом году было заявлено 30 команд. У нас 11 команд в высшей лиге и 19 команд в первой лиге, которые были поделены на три группы. По шесть команд. Группа А, Б и группа В было семь команд. По итогам шестого тура у нас определились лидеры в командах. Поэтому команды отыграли уже у себя в группах по группам и разделились, опять же, на три группы. Группы играют с первого по седьмое место, с восьмое по тринадцатое место и с четырнадцатого по девятнадцатого. Это в первой лиге. А в высшей лиге один из команд играет между собой по группу. По итогам шести туров в высшей лиге лидирует команда Локомотив, которая набрала 18 очков. На втором месте ее достает команда Коралл, у которой 13 очков. И команда Стрела, у которой 12 очков. Лучшим бомбардирами по итогам шести туров является Сладяников Владислав, который забил один из голов из команды Стрела. Его поджимают Копосов, Дмитрий, который забил 9 голов. И Маватказин Даниил с командой Омега, тоже 9 голов. В первой лиге у нас лучший бомбардир Гаврюк Павел, с командой Авиатор, который забил 17 голов. И Тудаков Игорь, тоже с командой Авиатор, которые забили 15 голов. Что еще? Отметим, что в лиге первые легче забивать, потому что больше бомбардиры забили, чем больше. Тут разница в том, что в лиге тут больше команд, есть слабые команды, которые можно забивать. А в высшей лиге все-таки все команды равные, поэтому там больше тяжело забивать голову. Равенство одинаковое. А здесь все-таки разный уровень. Ребята, которые давно играют в мини-футбол, или ребята, которые первый раз. Впервые у нас заявили с командой Инкерманского завода «Марочный вид». Ребята чистые, ребята рабочие этого завода, которые приняли участие, купили себе форму, заявились играть. Вот поэтому игра с этой командой, люди забивают больше количества голов. Но ребята сделали вывод, и уже по итогу шестого тура, уже последняя игра, они сыграли 7-5 с командой «Золотой балкой». Уже прогресс какой-то есть. У меня вопрос к Юрию. Именно как удалось провести чемпионат? Ведь как он объяснить, что он состоялся? Первые два чемпионата проходили в спортивном зале «Металист». Казалось бы, это самый лучший зал. Там у нас соревнования проходили и среди клубов высшей лиги. И вот вы наконец-то попали в студенческий спортивный комплекс. Здесь этому послужил ряд таких событий, которые позволили нам в первую очередь... Хочу напомнить, что в прошлом году успех студенческой сборной Севастопольского государственного университета на всероссийском финале, который проходил в городе Астрахани, где были выиграны бронзовые медали нашими молодыми ребятами, он как бы подстегнул интерес к мини-футболу в самом университете. И когда мы знали, что спортивный клуб армии, ЦСКА, кому принадлежит сегодня спорткомплекс «Металист», будет планово осенью закрыт на реконструкцию, то мы уже летом начали вести переговорный процесс с ректором нашего Севастопольского государственного университета, зная, что универсальный спортивный комплекс по всем параметрам не уступает «Металисту», а по многим даже его и превосходит, потому что количество трибун и свободного пространства, которое позволяет и игрокам, и командам чувствовать себя более комфортно, как во время игры, так и в преддверии. И зрелищная картинка гораздо интереснее в универсальном спортивном комплексе университета. Поэтому оставалось дело за малым, это привести за какой-то период времени, изыскать средства на то, чтобы сделать... Там же не было даже светового табло, я знаю. Он вообще был не предрасположен для игры в футбол. По той информации, которую мы получили, последний раз там были лет 30 назад, наверное, с футбольным мячом. Но надо отдать должное, что Валерий Иванович Кошкин, ректор университета, с пониманием отнесся, что это нужно. Университет изыскал средства на то, чтобы и ассоциация мини-футбола подключилась в плане консультационном, для того, чтобы помочь специалистам университета оборудовать этот зал. Поэтому были закуплены гасительные сетки, ворота, была сделана разметка, табло универсальное, которое позволило соответствовать уже спортзалу, для того, чтобы можно было и судейству, и зрителям, и игрокам четко видеть прохождение каждого матча. Поэтому на сегодня мы, зная, что и спортивный комплекс «Металлист» завершен ремонт, он уже в марте месяце тоже введен в эксплуатацию после ремонтных работ. И я так думаю, что у нас в городе появились две площадки такого уровня, которые способны еще больше привлечь на свой, как говорится, паркет, большее количество команд и дать возможность в городе играть гораздо большему количеству людей. Вот рядом с вами мяч именно такими мячами современнейшими играют и наши клубы, проходит чемпионат в Севастополе именно. Да, это вот тот титульный мяч, которым играют наши команды сегодня в ходе первенства города. А чемпионат России такими мячами играют? Нет, ну там уже свои мячи там. Но они по параметрам, по всему подходят. Нет, это конкретно футбольный мяч. Валентин, вы как главный судеб. Подходят мячи, то есть устраивают. Нет, мячи да, устраивают. И соответствуют. И соответствуют. И они играют. Люди, когда начали играть первые дни, мы же сразу определили, что будем мячами играть именно вот этими. Все команды играют одинаково, чтобы все были в одинаковых условиях. А то у одних мяч один, у других мяч другой, и все разные. Поэтому люди потихоньку стали привыкать к этим мячам. Ну, надеемся, что до конца турнира они выдержат нагрузки такой, которую он сыграет. Мы обращаемся к нашим телезрителям о том, что именно даже такие тонкости в правилах соревнований, что мяч должен быть определенного веса, определенных размеров. И для мини-футбола, и для футзала разные мячи. Разные, да. Чтобы не было сильного отсколка и так далее. Хорошо. А судьи кто? Судьи, как всегда. Товарищ главный судья. Судьи у нас, как всегда, судьи Федерации футбола Севастополя, которые проходили семинары, которые готовились к этому турниру. Также после каждого тура проходят разборы с судьями, смотрим, какие ошибки. В основном, говорю, судьи всей нашей Федерации футбола, которые судят и большой футбол в городе, и футзал, и пляжный футбол. У нас судьи универсальны, судят все виды футбола. Во всех дисциплинах. Во всех дисциплинах, да. А вот судьи у нас есть, мячи футбольные есть, спортивный зал Севгу в отличном состоянии. А спортивные разряды по итогам прошлого года так и не присвоили. А как в этот раз? Ну, мы планируем, что в этом году мы все-таки добьем управление по делам молодежи спорта. Потому что документы все были им сданы. Ждем, когда соберется комиссия все-таки принять решение о присвоении спортивных разрядов по итогам 2016 года. Но в 2017 году, учитывая все уже пожелания, которые нам предъявило управление по делам молодежи спорта, пакет документов, мы думаем своевременно их собрать и своевременно сдать. Все остается за управление по делам молодежи спорта, чтобы не своевременно нам присвоили спортивные разряды. У нас в прошлом сезоне успешно выступила сборная студентов Севгу, которая заняла, как мы говорили, бронзовые медали в Астрахани. А в этом году у нас выступают три студенческих команды. Это институт Плеханова, университет, это и команда Омега, команда Севгу. Как выступают наши ребята? И является ли чемпионат Севастополя одним из этапов подготовки к следующему студенческому, всероссийскому чемпионату и играм? Ну, могу сказать, что вызов для нашей студенческой команды мы уже получили. Как и в прошлом году, это ежегодный межрегиональный финал, третий этап отборочный, который будет проходить в том же городе, в Астрахани, с 4 по 9 апреля, он состоится. И сегодня стоит задача для сборной Севастопольского государственного университета. Главным тренером сборной является Багаян Ваган. Это наиграть именно команду к этому финалу. И ребята, которые и в прошлом году были в Астрахани, и сегодня, они все заиграны в перечисленных вами командах. И очень неотрадно, что из туров тур на наших глазах, вот мы с Валентином Ивановичем отмечали, это растет молодая студенческая команда Плехановского университета, который у нас в городе. И я думаю, что в скором времени все три вуза, которые у нас представлены, составят очень хорошее такое студенческое дерби. То есть Севастопольский государственный университет, филиал Московского государственного университета, там тоже достаточно неплохие студенты, молодые играют в футбол. И филиал Плехановского университета, который представлен у нас в городе. То есть ассоциация, которой вы руководите, дала зеленый свет нашим студенческим командам? Это одно из направлений работы нашей ассоциации, помимо детского, студенческий, взрослый, ветеранский мини-футбол, который мы планируем развивать и дальше. Самое главное, чтобы в нашем городе мы прирастали инфраструктурными объектами, потому что их катастрофически не хватает. Как мы видим, сегодня вы упомянули, что уже почти полмиллиона человек заиграны. А это при том, что мы, когда уже закрыли заявочное окно, еще появлялись команды, которые хотели бы подать заявку на участие в чемпионате города. Это возможно, Валентин? На сегодняшний день все, уже чемпионат начал, поэтому уже все. Мы им сказали, пусть готовятся к следующему сезону. Я говорю, в следующем сезоне можно же использовать два зала. И металлист ЦСКА, и зал СФГУ. Надеемся. Может быть такое? Возможно, вариант надеемся, да. Можно в одном провести высшую лигу, в другом первую лигу. А вот и такой еще вопрос, вы на него ответите с улыбкой. А будет ли матч между командой-победительницей чемпионата города и высшей лиги и командой-победительницей первой лиги? У нас планируется по итогам окончания чемпионата суперигра. Суперматч. Суперматч, тут играет суперкубок, разыгрывается между чемпионом, который займет, который будет в этом году, и команда Итерфрутмотив, которая в том году стала чемпионом и обладателем этого кубка. Поэтому они все ждут с того соперника. А кубок у нас переходящий? Нет, кубок у нас не переходящий, кубок остается в команде. Например, у нас в шашках, которые недавно закончились, соревнования по шашкам, по русским, сделали кубок, который, если команда завоевывает три раза, то это остается лишь этому же представителю шашек, остается оно вечно. То есть такая немножко интрига. У нас престиж и футбола. Зайвай кубок, оставь его себе, чтобы люди видели, что команда завоевывает, завоевывает кубки чем больше, тем лучше. С гравировкой. С гравировкой. С гравировкой победителей. Хорошо. Как наше подрастающее поколение приходит на матчи поддержать? Все-таки я смотрел, бывало, и мы делали репортажи о чемпионате Севастополя по футзалу, и трибуны не пустые. Нет, у нас трибуны заполняются, можно сказать, что битком, когда особенно интересные матчи, когда идут дерби в высшей лиге, иногда и первой лиге. Трибуны заполняются, даже приходят дети смотреть с мини-футбольного клуба «Капитан», которые смотрят, учатся у старших товарищей, как играть в мини-футбол. Они даже просят в перерыве дать им мячик погонять. Поэтому все нормально, дети учатся. Вот на такой ноте мы сегодня завершаем нашу встречу с Юрием Строчковым. Он президент Ассоциации мини-футбола Севастополя и с главным судьей соревнований Валентином Медведевым. Этот чемпионат, напоминаю, Севастополь проходит в зале СФГУ. Приходите, болейте на здоровье в выходные дни, в субботу и воскресенье. Вот так мы завершаем нашу программу. Конечно, о футболе можно говорить целыми днями. Особенно с теми людьми, которые любят этот вид спорта. А наша передача финишировала и звучит традиционно. Всего вам доброго, удачи и здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok